всем доброе утро ну что сегодня вторник мы сегодня прямом эфире с вами рада всех приветствовать тема у нас сегодня будет достаточно такая насущная и я думаю что многим актуальная будет гелевая система сделаем еще раз обзор новых наших вы вышедших камуфлирующих гелей и расскажу вам про новый вышедший у нас milk во флаконе поговорим сегодня о гелевой системе я пока одеваю перчатку потом сделаем на ноготочки на одном коррекцию покажу вам их в работе и подробнее на них остановимся всем здравствуйте здравствуйте так давайте переворачиваемся не будем всех ждать я думаю чтоб присоединяться к нам потом и так я думаю что вы помните у нас уже выходил эфир по новым гелям но у меня не было на тот момент хорошего и вам настроение девочки спасибо большое на тот момент у меня не было их во флаконах теперь я вам могу полноценно полноправно показать их во флаконах это у нас жесткая гелевая система классические гели так настраиваю свет выключаю фильтр чтобы нам все было хорошо видно так фильтр это классическая гелевая система это наши грубо говоря такие же гели как наши pink nude гель мил гель только новые оттенки гели очень крутые гели очень классные безумно люблю нашу гелевую систему считаю что лучший гелий для меня по крайней мере надеюсь что и для вас лучше гели не существует долго искала гели которые мне понравятся которые мне будут удобны в работе и нашла их конечно в нашей компании в нашей фирме и теперь очень много лет уже сижу на них и никуда уходить не собираюсь и так три оттенка это еще расскажу это новые оттенки это не мы не поменяли никакие наши гели это вышли три дополнительных оттенка вы просили долго спрашивали когда будут новинки когда будут новые цвета вот они они вышли до этого вышли сначала два оттеночка и уже все в продаже есть 3 вот такие вкусняшки сейчас вам их открою и покажу и еще один продукт про который мы с вами не разговаривали в прямом эфире это у нас вышел наш софт мил гель все его любят все его помнят он вышел наконец-таки в бутыльке смотрите такой прям стильный черный флакон очень красивым не знаю мне мне безумно нравится такой формат гелевая система у нас в черных бутыльках гель-лаки у нас видели да гель-лаковая система у нас в розовых бутыльках ну кайф вообще невероятно красиво и стильно получается такое сочетание прям огонь и тоже его сейчас выкрашу в принципе по цвету он такой же как и наш milk в баночке оттенок такой же то есть повторили его только он немножечко как показать чтоб не фокусируется на нем на кисточке оттенок такой же только в бутыльке он такой достаточно жиденький знаете что-то между медиум и макси базой им очень удобно камуфлировать работать на ноготочке в технике без опила всем здравствуйте кто присоединяется так фокус фокус так статья так включила вроде бы посмотрела включила ли я дополнительно интернет так поехали я покажу вам это все на прозрачных ложках чтобы было полноценно хорошо видно оттенки чтобы белые ложки не искажали цвет и можно было понять что как и где давайте начнем с милка я вам сейчас сначала выкрашу милк и потом мы с вами уже посмотрим на на гелевую систему софт милк лет гель очень нежный очень красивый оттенок очень нежный очень красивый оттенок так что кто любит работать в бутыльке гелями в технике без опила я думаю что вам понравится тоже спрашивали очень уже давно когда он выйдет потому что вы знаете что ньют гель и пингель они уже вышли в бутыльках не было у нас и монофас вышел кстати не было именно только милк геля в бутыльке и моделируем капелькой переворачиваю обязательно переворачиваем чтобы сцентровать нашу капельку вот такой вот красивый оттенок геля очень нежно смотрите этот оттенок получается он молочный но с небольшой розовинкой то есть сейчас я вам буду показывать новый гель milk white он называется этот у нас milk а тот milk white и там разница в том что гели тот гель он без вот этой розовой нотки так подсушиваю и покажу вам в конце как раз разницу софт милк лет гель мне не нравится что у нас как-то засвечивает перчатки конечно и камера не фокусирует так мы поймаем фокус сейчас поймаем сейчас фокус да девочки это гелевая система длинные ногти как раз мы укрепляем именно этой системой это все как раз вот фокус поймали о вот она вот он весь красавчик смотрите очень красивый нежный оттеночек с такой розовой ноткой потом я в сравнении вам покажу с новым мил гелем чем разница эта система жесткая эта система гелевая только во флаконе и да мы им спокойно можем укреплять длинные ногти то есть они спокойно эти гели шикарно носят длину поехали дальше теперь переходим на баночки смотрите это оттенок ну камера конечно не передает здесь он больше на нюд похож он такой темно розовенький очень красивый оттенок это у нас дар пинг по названию понятно да темно розовый он темнее чем наш пингель покажу вам жалко что не передает камера оттенков всех но я думаю кто его пробовал кто его вживую увидит поймут о чем я говорю то есть наш пинг представьте наш пинг немножко темнее более такой насыщенный розовый цвет по консистенции они повторяют примерно наши софт гели то есть ну грубо говоря тот же нюд и уже моделируем здесь тонн сильно такой слой конечно не смоделируешь на типсе потому что типсы и так у нас достаточно арочная но тем не менее выложу в толщину чтобы вам показать свет переворачиваем центру им до выравниваем кистью и у нас вот такой вот красивым появляется цвет это dark pink сейчас по объемам расскажу расскажу по стоимости это будет мой любимчик ну действительно девочки есть за что его любить очень красиво на самом деле все три оттенка безумно красивы мы выбирали такие оттенки чтобы они никак не пересекались с нашими уже существующими и было интересно работать очень красивый розовый оттенок давайте по стоимости пройдемся смотрите вот этот вот наш milk во флаконе флакон 15 объем 15 миллилитров стоимость девятьсот пятьдесят рублей пока объем только такой только 15 миллилитров девятьсот пятьдесят рублей далее вот эти гели сейчас объем у них будет пять и пятнадцать миллилитров по стоимости пять грамм будет пятьсот рублей 15 грамм будет тысяча рублей то есть тоже пока только два объема будет а дальше уже будем смотреть по спросу в любом случае всегда выходят объемы такие достаточно минимальные изначально 5 грамм на пробу кто хочет попробовать но боится допустим понравится или нет оттенок 5 грамм отличный объем на пробу и 15 грамм стандартный салонный вариант гелий вот поближе поближе покажу вам этот оттенок бесподобный красиво видно да такой вот чуть темней нашего розового пинка красивый цвет поехали следующий оттенок у нас давайте покажу вот этот вот пэл пинг это наоборот оттенок нежней нашего пинка он очень красивый очень красивый такой нежный нежный розовый такой цвет вкусненький я бы сказала светлее светлее пинка такой вот даже не знаю крем какой-то вкусный крем так выкрашиваем выкрашиваем пишите пока в комментариях каким цветом сделать себе коррекцию но коррекцию ноготок я в принципе хотела белый показать молочный но может быть кому-то хочется посмотреть какой-то другой оттенок и я тогда посмотрю какой показать в живую вам на себе я полноценно я не стала снимать ноготь готовить я полноценно сейчас хочу в эфире спилить ноготочек и показать вам полностью весь процесс работы потому что многие спрашивают как работать что я вам покажу как раз полностью весь процесс ну и сделаем конечно что-нибудь новогодняя я взяла даже фольгу хочу сделать какой-нибудь дизайн с фольгой моделируем вот этот показать молочный этот я чувствую сейчас разойдутся мнение придется мне выбирать самой какой показать этим работала на клиентах девочки очень нежно красивый оттенок прям безумно нравится но мил конечно это вообще тут слов нет милк это это также как акригель милк прям любовная любовь на самом деле вода милк выбирали оттенок знаете между файбер база милки акригель милк вот вот что-то похожее на них смотрите очень такой нежный вкусный конфетный цвет мне какую-то конфетку вкусную и рисочку или что-то такое напоминает этот оттеночек все три но у меня ноготь один я конечно могу градиент сделать да гель считается однофазный но работаем все равно стараемся мы как профессионалы работать всегда в трехфазной системе милк большинство все таки я думаю что за милк либо за это да мы девочки с вами как профессионалы стараемся всегда работать в трехфазной системе потому что до однофазники да круто но лучше чем с базой и стопом конечно не не что носиться не будет то есть самый такой надежный вариант самый профессиональный подход это и база и топ то есть если вы хотите сделать его как однофазник да вы можете но если вам нужно надежно и железобетонно то вы берете наш любимый супер бонд супер бонд это наша база гелевая ну либо бейс гель классически и берете любой топ здесь ультрашайн подходит конечно стопроцентно но в принципе топ вы можете использовать абсолютно любой ультрашайн здесь идеально будет стоять то есть жесткая система ультрашайн стеклянный здесь носиться он будет идеально dark pink похож на бейс dark pink девочки бейс dark pink это что у нас напомните мне пожалуйста это по моему из камуфлирующих до какой-то цвет номер оттенок напомните я посмотрю сейчас я не помню это четверка или шестерка или одиннадцатый какой номер так ну и остался у нас как раз таки вот этот наш молочный смотрите чем он отличается по названию этот софт милк гель а этот софт милки white чтобы было понятно это просто milk а этот мелкий white то есть молочный именно белый 11 база у меня лепесток шестерочка я люблю шестерку лепесток использовать именно для моделирования для геля либо шестерку овал либо шестерку лепесточек вот эта кисть очень удобно мне очень нравится ей работать так ну вот она фольга любименькая моя очень круто смотрится брендированная прям выбита наша конечно название нашей компании и вот он смотрите какой вкусненький ну но это же вообще просто то есть понятно чем я говорю да этот цвет похож вот на как раз таки базу нашу файбер базу молочную 02 и похож на акригель молочный вот такой вот прям оттенок холодный белый прям белый не розовый потом а именно чистый белый молочный цвет наношу сначала тонкий слой как мы моделируем всегда мы наносим всегда сначала тонкий слой для того чтобы потом нам удобно было выкладывать капельку подхожу везде под кутикулы под валики и потом уже каплей моделируем толщину по мокрому не сушу мне кажется больше на 11 базу похож сейчас я посмотрю я возьму сейчас одиннадцатую пойду базу и покажу вам сравнение и теперь беру капельку и распределяю уже капельку по моей направляющей так гораздо удобнее моделировать кто только начинающий мастера кому не придется себя переучивать девочки такая техника гораздо удобнее чем сразу просто выкладывать каплю фокус вот он смотрите холодный белый молочный оттеночек переворачиваю смоделировала сейчас покажу все три так 6 11 до база говорить давайте возьму одиннадцатую базу и посмотрим сравним с базой номер одиннадцать так этому вот это дарк до хотим посмотреть давайте посмотрим здравствуйте вас обожаю всегда полезно смотреть спасибо большое очень приятно мы стараемся как раз для вас сделать все полезное делать эфиры как раз именно актуальные вопросы поднимает для того чтобы были ответы на все вопросы да девочки он очень похож на 11 базу очень похож такой холодный розовый темный оттенок так что но на экране видите цвет все таки до конца не передается вот в реале говорю что он похож на базу номер 11 он он вот прям сверху нанесу практически один в один кто спрашивал очень похож на 11 базу это вот наша бс гель гель лаковая база номер 11 так вытираю показываю вам все оттенки вместе чтобы было хорошо видно смотрите а теперь будем смотреть разницу это гели три оттенка гелий новым фокус три оттенка гелий видно да это пэйл пинг это дарк пинг и это милки white очень хорошо сейчас видно разницу между этими оттенками и чем они между собой отличаются и это вот как раз таки милк во флаконе за который мы с вами изначально говорили так фокус ловим фокус и теперь смотрите разницу кто спрашивал смотрите разницу фокус видно да то есть милк наш классический он такой розоватый идет а этот милки white он чисто белый прям холодный такой белый чистый оттенок видно разницу хорошо сейчас по стоимости по объему сказала вот они все все четыре цвета давайте этот отдельно поставлю это будете спрашивать кто заходит опоздал будут спрашивать четыре геля нет это три геля в в баночках и один у нас гель во флаконе наш милк который у нас был вышел во флаконе так давайте закрываем баночки и буду сделаю ноготок на себе милк это тоже гель только более жидкой консистенции вышел во флаконе чтобы удобно было моделировать в технике без аппила ну что жертвую своим ногтем ради вас готова пожертвовать даже своим ногтем как я уже сказала мой новогодний дизайн ну он не может в принципе да прожить долго поэтому полторы недельки пожил и хватит снимаем снимаем и делаем полноценную коррекцию единственная я маникюр полноценный делать не буду потому что маникюр на самом деле я делаю себе очень редко у меня достаточно такая грубая кутикула и чуть-чуть шлифану так очень и на самом деле не люблю пилить в эфире потому что аппарат жужжит но тем не менее сегодня решила показать вам полноценно весь процесс снимаем предыдущие под покрытием снимаем в основном топ и свет смотрите при коррекции если у вас цвет геля совпадает с нижним цветом либо у вас вы знаете точно что будет покрытие на весь ноготь чем меньше вы снимете материала если нет нет слоечек ничего тем вам меньше нужно будет докладывать то есть не старайтесь снять материал под 0 вам же потом придется его доложить в этом месте если не этот слой от материал хороши то снимаем только финиш и цвет ну и я люблю сбоку проходить смотрите прям фрезой вот эту часть свободный край именно снимать толщину которая у нас срастает по факту единственно вот тут у меня от слойка небольшая я от слойку саму уберу а так в принципе все все больше пилить нам не нужно убираем остатки пыли убираем остатки пыли всегда помните о том что весь материал который вы спиливаете лишний это это материал это то что за что мы с вами платим все спилила цвет по факту все больше спиливать мне здесь нечего отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой и придаем форму ноготочку здесь можно выложить на самом деле будет прям под расчет фокус здесь можно выложить будет на самом деле прям под расчет потому что в принципе у нас здесь никаких таких критических состояний нет поэтому я сразу опиливаю форму это у меня балеринка это у меня был акригель и наши верхние формы кто девочки спрашивал у меня в эфире какие формы можно еще делать формы ногтей нашими формами верхними вот смотрите я работала верхними миндалевидными формами и делала себе вот такую форму балеринку мягкой стороной проходим возле кутикулы убираем убираем остатки от слоечки убираем птериги и придаем форму естественно в процессе в процессе носки у нас форма немножечко меняется поэтому если хочется четкости то мы естественно придаем четкость свободному краю указательные ну это ходовой достаточно такой пальчик у нас да поэтому на указательном и на большом пальчике форма может конечно страдать сильнее чем на остальных подбиваю параллели поднимаю если нужно и здесь я смогу спокойно выложить себе без опила дальнейшего как я уже сказала маникюр прям делать я сильно не буду просто почищу птериги фрезой для этих целей подойдет в принципе гель и в бутыльке очень удобно будет им работать эти гели на самом деле очень удобно в работе мастерам которые работают постоянно с гель лаками привыкли к технике выкладки как раз без опила то есть мы вот мастера кто работает очень давно работали изначально еще на гелевых системах я допустим я очень люблю напишите мастера кто старички наши кто гелевички ну вот согласитесь опил все равно я люблю очень опил потому что при помощи опила можно вывести идеальную форму я очень люблю все равно в конце чуть-чуть попилить ну вот где-то что-то шлифануть те мастера кто работать начал сразу с гель лаковыми системами они очень любят конечно технику без опила все зашлифовали сейчас пройдусь фрезой просматриваю со всех сторон ноготочек в принципе подготовлен ноготочек красивый ноготочек сформирован и остается только доложить зону отросшую возле кутикулы все четкость формы этот уголок хочется чуть подзаузить берем и делаем это сейчас на данном этапе проверяю себя со всех сторон потому что потом уже если я без опила будет потом я уже ничего не проверю не подровняю поэтому делаем все сейчас все проходим фрезой можно взять фрезу вот такую вот это у нас фреза пламя можно взять фрезу мою любимую капельку фреза каплевидная очень ее люблю в работе так вот она идеальная форма фрезы позволяет очень удобно поработать и под кутикулой с валиками везде можно можно работать в одну сторону можно работать со сменой реверса люблю когда перчатки конечно выглядывают реверса выглядывают ногти но с длинными ногтями по-другому не получается перчатки нашу длину не выдерживают подчищаю валики чуть-чуть можно зашлифовать ну и можно сразу немножко зашлифовать зону кутикулы так как я не буду ее обрезать сейчас девочки на секунду неудобно не вижу в ту сторону данную все мы готовы к работе сильно заострять не буду на это внимание смотрите если мы работаем с вами в гелевой системе и вы будете полноценно делать маникюр и вы делаете опил то помните что сначала мы должны выложить сначала мы должны все опилить и только потом доделывать окончательно маникюр чтобы не травмировать кутикулу обезжириваем обезжириваем евроклинсер в зимнее время года можно даже обезжиривать пару раз потому что хуже не будет все мы знаем что наши клиенты мы им сами советуем пользоваться кремами маслами и так далее обезжирили обезжирили наношу дегидратор nail prep для удаления творим а что-то творим делаем коррекцию на ноготке новыми гелями новыми камуфлирующими гелями новыми оттенками наносим на отросшую часть и далее у нас идет с вами ультрабонд ультрабонд он служит у нас скотчем двухсторонним для сцепки натуральной ногтевой пластины и геля надеюсь что сохраним последнее время по моему мы если не ошибаюсь все эфиры сохраняем и выкладываем да девочки эфиры теперь хорошо сохраняются в архиве в любом случае даже если инстаграм начинает выделываться эфир сохраняется в архиве на месяц поэтому в принципе очень удобно потом его выкладывать как делать ровный четкий френч крик души девочки просто тренироваться найти технику которая вам близка и тренироваться я люблю в гелевом френче ну в жестких системах делать френч гель краской альпийский снег и кистью скошена квадрат шестерка то есть найдите ту технику и вам нужно просто отработать сидеть и действительно сто двести раз прорисовать этот френч на клиентах сделайте акцию месяца рисуйте всем френч то есть для того чтобы отработать его нужно именно прям отрисоваться чтобы он у вас стал получаться вам нужно его постоянно рисовать набить руку нужно только тогда он у вас будет получаться красивый четкий если вы с ростова могу предложить вам прийти на воркшоп у нас есть трехчасовой воркшоп по френчу веду его я ставлю единственно по расписанию нужно смотреть потому что ставим его не очень часто можно приходить прям в школу к нам и вместе со мной рисовать трехчасовой у нас воркшоп есть по френчу супер бонд супер бонд это у нас база это база именно гелевая база наношу на ноготок и просушивая базу обязательно просушиваем полу полу втирающими движениями на ногтевую пластину в лампу конечно базу наносим с небольшим отступом для того чтобы у нас потом не потекло все под кутикулу и просушиваем 30 секунд в лампе если френч в гелевой системе то гель краску не разбавляю если у вас гель лаковый френч то вы рисуете гель лаком белый лотос 001 сейчас покажу его вот он белый лотос 001 то рисуем тогда им что делать если у меня широкий ноготь как сформировать удлиненный ну чтобы удлинить ноготочек вам в любом случае на широкий ноготок нужно будет длину сделать чуть чуть больше чем чем обычно допустим если вы носите там единичку двоечку понятно что ноготь сильно вы не удлините визуально то есть вам лучше делать более вытянутую овальную миндаль видную форму можно чуть-чуть удлинить сделать длину не совсем коротку чтобы визуально осмотрелся ноготь уже если у вас квадрат то делайте форму зауженного немножечко квадратика тогда у вас как бы ногтевое ложе будет казаться немножечко уже и длиннее если натуральный ноготь начал скручиваться под гелем девочки вам нужно тогда работать в технике с запечатыванием эта техника очень идеально подходит для скручивающихся ногтей если ноготок у вас скручивается все время снизу то техника запечатки свободного края гелем таким желеобразным гелем она только она спасет ситуацию и спасет ваш ноготок от скручивания как вы фрезой пламя защищаете кутикула в конце фрезой пламя я сейчас просто зашлифовала я делаю маникюр всегда в технике комби маникюра то есть я срезаю и потом шлифую без базы ну я рекомендую всегда наносить базу так будет стопроцентная гарантия того что любой клиент будет носить гель от коррекции до коррекции вообще гели считаются однофазными да если у вас желание работать в именно в технике однофазного геля то вы можете работать но вы же понимаете да что клиенты у нас разные и каждому клиенту нужен особый подход кому-то подойдет однофазник кому-то из клиентов не подойдет однофазник кто-то не сможет носить не будет держаться поэтому здесь все таки всегда рекомендую работать с базой так наносим я взяла мелкий вайт наносим сначала тонко прокрывая всю поверхность ноготочка которая нам нужна с небольшим отступом от кутикулы и валиков промазала все тщательно дальше я возьму небольшую капельку и дострою дострою границу отрушила ноготка так как я материала снимала минимум соответственно мне докладывать придется тоже минимум у меня не будет перерасхода материала переворачиваем обязательно чтобы сцентровать супер бонд можно с чем сравнить строну база супер бонд это база гелевая жесткая именно гелевая система стронг база я не знаю просто какой строн базе вы говорите есть база гель лаковая у нас это бейс гель тонко именно которая подходит для в качестве подложки это жидкая база она в принципе подходит тоже под гелевое моделирование спокойно а есть база именно из гелевой системы это как раз таки супер бонд моделирую если вы не хотите опиливать то моделируем сразу от перчаток все засвечивает ну девочки не могу я снять перчатки до черные перчатки немножечко засвечивают на перчатки к сожалению снять не могу потому что ноготки конечно уже не в идеальном состоянии раньше мы старались покупать серые перчатки чтоб не так засвечивала сейчас их не найдешь почему ультрабонд мы наносили тема эфира новые оттенки моделирующих гелей и я додела себе укрепление коррекцию гелем все перевернула и в лампу работаем мы сейчас с вами выкладываете этим milk гелем мелкий white гель новый гель новый оттенок геля показываю их еще раз в эфире потому что по ним всегда много вопросам по новинкам и решили провести для вас еще один эфир с ответами на все вопросы просушиваем одну-две минуты в зависимости от мощности вашей лампы любые гели просушиваем одну-две минуты и дальше можно делать спокойно уже какой-либо дизайн так что-то у нас какой-то сбой пошел девочки напишите мне я вернулась все нормально почему-то пошел сбой эфира смоделировали ноготок теперь можем смело делать дизайн я предлагаю для для френча обязательно описывайте край не совсем поняла вопрос ребят так сейчас нормально девочки напишите меня видно слышно хорошо звука нет картинка ребит есть появился картинка ребит картинка стала ребить у тебя качество картинки нормально слышно нормально ну в принципе все нормально чуть ребит так ребит я сейчас попробую конечно потому что эфир конечно перезаходить мы уже не сможем перезайти сейчас все отлично так ну что я предлагаю сделать нам дизайн с фольгой и какие-нибудь возьмем с вами новогодние шермиконы потому что все таки у нас так не крутишь скоро новый год и хочется что-нибудь что-нибудь уже новогодние все таки второй раз но новогодние сейчас все отлично так слайдер топ для отпечатывания фольги идеальный вариант это слайдер топ прям вот если вы хотите отпечатать очень классно подходит принкод гель или слайдер топ слайдер топ наносим тонким тонким слоем я к кутикуле подходить сильно не буду потому что у меня там фольги точно знаю что не будет наши его туда где у меня будет дизайн излишки убираем чтобы у нас ноготок не утолщался и сушим одну минуту одна минута в моей лампе в своей лампе вы должны подобрать время сами конкретно под вашу лампу пробуйте одну минуту и смотрите отпечатывается фольга или нет время можно увеличивать либо уменьшать в зависимости от того что вы видите на фольге если жирный след есть не отпечаталась сзади на обратной стороне фольги есть вокруг ободок дисперсионные значит увеличиваете время если ободка никакого нет и у вас не отпечаталась значит возможно пересушили то есть каждой лампе вы должны время просушки подбирать индивидуально так я брала себе фольгу белую матовую и фольгу серебряную очень люблю этот вариант дизайна с таким оттенком фольги смотрится очень интересно особенно вот в зимнее время перед новым годом будет очень классно смотреться так белая матовая фольга у нас огромный ассортимент фольги кто не знает у нас есть и фольга матовая и фольга глянцевая и фольга голографическая вариантов на самом деле очень много и фольга сейчас она снова вернулась на рынок фольгой можно делать очень интересные варианты дизайна отрезаю необходимым не кусочек аккуратно чтобы ноготок не зацепить отрезаю необходимым не элементом элемент смотрите начну я с фольги матовой и потом допечатаю глянцевой фольгой можно сюда добавлять голографическую и витражные гель-лаки то есть работать можно любой фольгой очень интересные можно варианты делать у нас был эфир кстати с вами по витражным новым краскам баночки дано наши гель-лаки вышли теперь в баночках смотрите придавила и убрала зависит в зависимости от того какую вы хотите плотность укрывец то есть вы небольшими такими движениями отпечатываете фольгу если она у вас отпечатывается прям сплошняком ее можно немножечко помять ну вот допустим вот так и теперь беру серебряную фольгу и допечатываю кое-где участке серебряной фольгой очень интересный будет вариант и сочетание смотрите давайте вот так уже в принципе уже в принципе интересно то есть можно оставить так можно доработать какими-то декорациями я возьму конечно шермиконы новогодние и доработаю шермиконами обязательно подсушите несколько секунд после отпечатывания фольгу в лампе для того чтобы она схватилась дисперсии слайдер топа тогда она уже у вас никуда не потянется ни за кистью не за чем-либо другим сделали и сверху я перекрываю топом теклас мой дизайн топ теклас тоже тонко уже красиво я ходила с таким вариантом дизайна на все ноготочки смотрится очень интересно это на самом деле один из любимых дизайнов моих клиентов и он самое главное девочки он скоростной он очень быстрый то есть вы на десяти ногтях дизайн сделайте буквально за пять минут ну и добавьте еще пару каких-то шермиконов новогодних где-то может быть блестки и у вас идеальный новогодний вариант дизайна и быстрый самое главное быстрый все перекрываю перекрываю очень тонко топом теклас почему тонко я уже объясняла каждый слой дополнительный всегда мы с вами стараемся покрывать тонко чтобы у нас не было в конце нигде не вылезла лишняя толщина поэтому все везде очень тоненько перекрыла и сушу в лампе сушу минутку для того чтобы сверху приклеить шармикон новогодние шармиконы новогодние шармиконы есть снежинки смотрите обновленные снежинки у нас выходили у нас очень много в этом году вышло новогодних декораций безумно красивых смотрите вот такие варианты есть тоже красиво будет очень смотреться и под глянцевым и под матовым топом есть от объемные 5d декорации вот такие смотрите какие красивы их если правильно сделать покрыть они прям на ноготочки смотрятся объемными очень интересные у меня уже клиенты начали просить вот эти объемные декорации такие и вот такие стекло потому что действительно очень нарядный получается дизайн так ну под фольгу я здесь сделаю шармиконы давайте сделаем с вами тигра тигрулю ну символично же все таки символично как без тигрули давайте посередине его и добавим что-нибудь 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 давайте вот отсюда добавим мне нравится очень вот эти вот снежинки можно вот так смотрите это шармикон гирлянда а перед этим был шармикон тигр 201 так наоборот сделаем у нас вот игра будет звезда во лбу можно на самом деле оставить только одну снежинку но мне прям очень понравился вариант когда у тигра звезда горит так сделали ну и можно добавить просто снежинку смотрите вот шармикон у нас есть снежинки можно добавить куда-нибудь снежинку одну или две или три короче вы поняли да или вот такие вот звезды прикольные тоже интересно смотрится так оливье маст хэв ну вот у меня вот такой вариант получается а вы себе придумайте сами что вы хотите сделать это у нас шармиконы номер 202 танцуют все дальше дальше снежинки это у нас шармиконы 150 и 151 золото серебро и белый обновленный вариант вот такие вот снежиночки вышли здесь есть и маленькие и крупные это 201 тигр и вот эти два вот я не помню кто из них какой это 199 и 200 гирлянда и вот эти не помню честно говоря как называются у нас так и я хочу перекрыть матовым топом под матовым топом тоже будет очень красиво смотреться при том смотрите сочетание как показать чтобы видно было сочетание серебро и золото на самом деле смотрится очень прикольно и я перекрою матовым топом а вы можете прикрыть глянцевым под настроение я перекрываю матовым топом мат в топ сушим минимум две минутки в лампе минимум две минутки так и мы с вами любой тонкой кистью любой тонкой кистью можем пройти матовым топом под кутикулой дизайн очень быстро и на такой дизайн вы не потратите много времени особенно в предновогодней суете сушим две минуты получаем очень классный дизайн я конечно не буду сушить две минуты масло и у нас готовы вариант дизайна смотрите под матовым топом фольга немножечко получается становится приглушенной так фокус фокус фольга становится немножко приглушенной и смотрится очень эффектно вместе с шермиконами матовый огонь согласны так это у нас была коррекция при помощи мелки вайт гель надеюсь что вариант дизайна идея дизайна вам понравилась придумывайте свои идеи давайте вы придумаете какие-то еще идеи с фольгой и отмечайте в сторис эми офишл меня и будем ваши идеи показывать все девочки всем спасибо за внимание рада была всех сегодня видеть до встречи в следующий вторник всем пока пока